2 февраля 1943 года советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Сталинградская битва – одно из крупнейших, значимых событий в истории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. О подвиге, которые совершили наши деды и прадеды, будут помнить всегда. Если мы выбрали у вашей школы, там вот такая большая гранитная стрела. На ней очень-очень много фамилий. Это люди, которые ушли на войну из жанрского поселения в Великой Отечественной войне. Все погибли. Это ваши прадеды, деды, может быть, члены семьи в любом случае. То есть те, кто злоёбывали мир. В честь 80-летия победы советских войск над немецкими захватчиками в Сталинградской битве в Жаворонковской школе для учащихся девятых классов прошёл открытый урок мужества. На нём присутствовали одинцовские депутаты от «Единой России», младогвардейцы и герой Российской Федерации Александр Головашкин. Очень правильно нужно поступать, жить, чтобы не было потом больно и отдельно за какие-то поступки. Это касается и взрослых, и не только детей. Поэтому пока человек жив, он должен все свои движения, моменты и всё остальное контролировать, чтобы не было стыда, не было больно. Герои не канули в лету. Они есть и среди нас. В ходе урока ученикам показали патриотический фильм об Александре Головашкине. Уроженец Одинцовского округа он закончил Ликинскую среднюю школу, посвятил свою жизнь служению Родине, удостоился множества наград, в том числе медалей за отвагу, за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, ордена мужества и звания Героя Российской Федерации. Нам нужна поддержка. Нам нужно, чтобы у нас было надежное дело. А ты, брат, это как раз мы с вами. Это как раз мы с вами. Если мы верим в нашу страну, в наших людей, в наших героев, то Россия никогда не будет стоять на коленях и не перед тем. После просмотра фильма у подростков была возможность задать вопросы Герою России. Александр Головашкин честно ответил на каждый из них. Особенно подчеркнул, что самое главное в жизни – это семья, уважение к старшим и вера в будущее, а также готовность прийти на помощь главной добродетели во все времена. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Всем привет! Продолжение следует...